Дорожная трагедия Дорожная трагедия Не свернуть. Женщина погибла на месте. В кармане у нее нашлись документы и удалось сразу же установить личность. Нина Коленик, 63-х лет. Как показывает печальная статистика, в большинстве подобных ДТП виноваты сами жертвы. Пешеходы, переходящие улицу в неположенном месте. Большой пожар на улице Черняховского. Огромный ангар выгорел дотла. Процветающее предприятие разорилось в считанные минуты. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в начале 9-го. Машины УГПС появились на месте уже через несколько минут, но и этого времени хватило, чтобы пламя объяло все строение. Дело в том, что здесь располагался деревообрабатывающий цех, и здесь же хранилась готовая продукция. Хозяева ангара предприятие «Витязь-95» занимались изготовлением дверей и рам. Дерево, как известно, прекрасно горит. Огромное зарево было видно издалека. Сгорело все. На месте работали сразу шесть частей УГПС. Из разных районов города приезжали все новые пожарные машины. Однако уже прибыв на место, борцы с огнем не могли сразу приступить к работе. В районе нет воды, поэтому приходится тушить подвозом. Воду подвозят на автоцистернах, сливаются, и потом следующие цистерны заходят с водой. Пожар охватил 800 квадратных метров. Стихия не успокоилась, пока не уничтожила последнюю перегородку, не вылизала последнюю стену. Пострадавших, к счастью, нет. Рабочий день ко времени пожара давно завершился, сотрудники разошлись по домам. Склад был закрыт, уже никто не работал, все ушли домой, никого не было. Охранялась собаками территория. Пока выясняем причину. Почему ангар вдруг взял и загорелся, предстоит определить экспертизе. Сейчас известно, что огонь появился внутри здания, и соседи погорельцев делают свои предположения. Тамара Галай работает на соседнем предприятии. По ее словам, у погорельцев были сотрудники узбеки, которые временами оставались здесь на ночь. Ну, иногда я знаю, что оставались, но не всегда. Видимо, когда надо работать, то, что работы много было. Но основное у них до пяти часов. Окончательно справиться с огнем удалось лишь к шести часам утра. Изощренную жестокость проявили двое злоумышленников. В 30-ти градусный мороз они раздели и бросили в лесу водителя, приглянувшиеся им машины. Во втором часу ночи преступники остановили на трассе за поселком Горный щит Вишневую десятку и попросили водителя подвезти. Тот на свою беду согласился. В дороге попутчики начали угрожать, требовать отдать автомобиль. Через несколько мгновений машина оказалась на обочине. Может быть, водитель и в самом деле не справился с управлением, а может, специально заехал в снег, понимая, что выехать отсюда угонщикам вряд ли удастся. Но вряд ли он догадывался, что сделают преступники в ответ. Они вытащили водителя из машины, отвели его в лес, раздели и привязали к сосне проводом. После чего спокойно удалились, пошли пешком обратно в поселок. К счастью, пострадавший сумел освободиться и через лес вышел к ближайшей воинской части. Оттуда его увезли в больницу. Преступников задержали в течение двух часов. Оба были в нетрезвом состоянии. Брошенную в снегу машину позже вывез автоэвакуатор. Будьте бдительны, сажая в свою машину незнакомых людей. Как известно, в большинстве дорожно-транспортных происшествий виноваты два человеческих качества – невнимательность и неосторожность. Что послужило причиной в этом случае, сказать пока сложно. В 11 часов вечера на перекрестке Щерца-Белинского столкнулись ВАЗ-2109 и Тойота. Столкнулись не сильно. Оба водителя ехали на небольшой скорости, оба вовремя нажали на тормоза. А потому дело обошлось разбитой фарой и слегка помятым крылом. Часто люди в таких случаях мирно съезжают на обочину и полюбовно решают, кто кому что должен отремонтировать. Однако наши герои пойти на мировую не захотели. Каждый из них уверен, что в аварии целиком и полностью виновата противоположная сторона. Мне загорелась стрелка налево. Я подкатился, она уже горела. Я на второе потихонечку начал поворачивать. Смотрю, несется чудо. Прямо на меня, насколько смог, настолько ушел. Я на зеленый ехал. На зеленый. Я говорю, мне создалось впечатление, что вообще он подставлял в отчинение специально. Определять, кто здесь прав, кто виноват, предстоит сотрудникам ГАИ. Два часа спустя на Громово-Ануфриево произошло еще одно ДТП. Участники ВАЗ-2199 и ВАЗ-2111. Правда, на сей раз определить виновного несложно. 9-9 постречалась с 11-й, когда начала выезжать со стоянки. Причем 11-я в этот момент никуда не ехала, спокойно стояла, и способ ее не заметить был только один – не посмотреть назад. Серьезных повреждений машины не получили. И все бы хорошо, да виновный в ДТП водитель 99-й оказался, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии. Если предположение подтвердится, молодой человек надолго лишится прав. Сегодня в 15 часов на развязке трассы, ведущей к Новосверловской ТЭЦ, по обледеневшему дорожному покрытию под колеса КАМАЗа, вынесла грузопассажирскую ГАЗель. Из Нового Уренгоя КАМАЗ шел порожняком. До цели поездки Кировского рынка оставалось ехать несколько минут. Оставалось повернуть на дорогу, ведущую в Екатеринбург, и преодолеть пару километров по финишной прямой. Повернуть не удалось. Помешала ГАЗель, водитель, который не справился с управлением на покрытом льдом повороте. Первый выскочил джип. Скорость была приличная, тоже немножко занесло, но он проскочил, видимо, все-таки шипованная резина. А второй шла ГАЗель вот эта. И я уже затормозил, и как раз его понесло, ему больше деваться некуда. Вот он и въехал. На месте происшествия водителя ГАЗели не оказалось. Северяне рассказали, что он попросил доставить пострадавший автомобиль в ближайший автосервис. Сам же отправился в 36-ю горбольницу сопровождать жену, которая в момент аварии находилась на месте пассажира, именно там, куда пришелся главный удар. У женщины сильный ушиб головы и сотрясение мозга. К счастью, жизнь пассажирки ГАЗели сейчас вне опасности. Сегодня инспекторы пожарной охраны провели на Кировском рынке рейд. Главное, что хотели выяснить пожарные, продают ли здесь пиротехнику. Как известно, лоточники не имеют права торговать взрывоопасной продукцией. Накануне новогодних праздников Екатеринбург обретает черты города, который находится в зоне боевых действий. Уличная канонада давно стала приметой наступления Нового года. В торговых точках города кто угодно может за символическую цену приобрести разнообразные петарды, ракеты, фейерверки и прочую пиротехнику. В то же время качество такой продукции нередко вызывает большие сомнения. Кроме того, продавцы пиротехники часто нарушают правила продажи опасных товаров. Как следствие, наступление праздников сопровождается огромным количеством травм и пожаров. По данным статистики, за три дня в прошлом году, с 31 декабря по 2 января, в городе Екатеринбурге произошло 89 пожаров. Общий ущерб от пожаров составил более 270 тысяч рублей. На пожарах погибло 3 человека и 2 человека получили травмы. По данным скорой медицинской помощи, к ним обратилось более 840 граждан с получением травм от таких огненных штучек. Несмотря на тщательную проверку торговых точек комплекса Новосоцкого, инспекторы не нашли ни одного продавца пиротехники. На прилавках находились только восковые свечи и разрешенные к продаже бенгальские огни. Но кое-какие подозрения у проверяющих возникли. Да, но подозрения все-таки имеются. В одном павильоне продавец, реализатор, указано, что на витрине лежали две ракеты. И она спрятала и сказала, что это куплено для себя. То есть, возможно, что эта торговля из-под полу все-таки ведется. Ни для кого не секрет, что пиротехнику можно купить на вещевых рынках, в палатках и на лотках, несмотря на то, что такая торговля запрещена законом. Где можно купить гитарную ракету? Понятия не имею. Здесь весь рынок, наверное, торгует. У вас вроде как новогодние товары, правильно? Да. А почему вы не торгуете? Не привезли, потому что. Почему здесь? Потому что не привезли. А вообще торгуете? Нет. Если вы решили украсить праздник своим маленьким фейерверком, соблюдайте элементарные правила. Во-первых, покупайте пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, которые имеют лицензию на право продажи огненных игрушек. Во-вторых, не стесняйтесь требовать сертификат соответствия. Речь идет о вашей безопасности и безопасности ваших близких. Обязательно прочитайте инструкцию по применению пиротехники и полностью ее выполняйте. Ни в коем случае не покупайте изделия без такой инструкции на русском языке. Только тогда ваш яркий праздник не будет ничем омрачен. За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 169 преступлений. Из них раскрыто 107. Зафиксировано одно убийство. За ранее совершенные преступления сотрудниками милиции задержаны двое преступников. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 и погиб 1 человек. По области произошло 27 пожаров. В огне погибло четверо. Удалось спасти из огня 22 человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова